Библейский портал экзегет.ру представляет Приветствую вас, дорогие друзья! Мы с вами продолжаем изучать псалтырь. Сегодня мы подошли к 87-му псалму, который входит в состав 12-й кофизма. Записи наших лекций проводит редакция портала экзегет.ру. Ну а мы с вами встречаемся в актовом зале Срединской духовной семинарии. Псалом 87-й – это плащ человека, который длительное время болен. Он близок к смерти, по всей видимости, у него нет друзей. Этот псалом – одна из самых трагических песен псалтыри. Здесь нет уверенности, что молитвы были услышаны, что получен ответ. Нет доказательств, что проситель получил исцеление. В то время как большинство подобных просьб, жалобных псалмов заканчивается уверенностью в Боге или даже прославлением Всевышнего. Данный псалом заканчивается пустотой, тьмой, ночью души. Видимо, не случайно за православным богослужением его читают в составе шестопсалмия – «Рано утром, когда на дворе еще ночь». А блаженный Федорит Кирский советовал читать эту молитву не каждому человеку, но наиболее благочестивым, то есть тем людям, у которых вера крепка. Это текст последний из псалмов сынов Кореевых. Кроме того, это еще и учение Ефана Эздрахита. Некий Ефан Эздрахит фигурирует как один из мудрецов при дворе царя Соломона. Возможно, что этот Эздрахит – тот, который был сыном Зары. У Зары, согласно книге летописи, было пятеро сыновей, двое из которых имеют имена Ефан и Еман. Певец по имени Еман был назначен Давидом для служения при Доме Господнем. Как и Едифун, Еман занимал важное место в храмовом симфоническом оркестре. Трудно сказать, что все упоминания Емана и Ефана в Ветхом Завете говорят об одних и тех же людях, то есть о родных братьях, поскольку в некоторых текстах Еман называется сыном Иоиля, а Ефан – сыном Киши. В частности, тоже в книге летописи. Упоминание о Емане соединяет последний из псалмов сынов Кореевых со следующим псалмом, который надписан именем Ефана Ездрахита. Указанное в написании слово «махалав» возможно было указанием на жалобный тип мелодии или какого-то вида музыкального инструмента, который в наше время уже не используется. Попробуем посмотреть теперь детальнее содержание данного псалма. 2-й, 3-й стихи. Днем и ночью псалмопевис вопьет к Богу спасения своего. С одной стороны, Бог – это тот, кто может спасти, но с другой стороны, этого почему-то не происходит, а потому на сердце ложится грусть и печаль. Псалмопевис плачет над собой так, как оплакивают умерших. Он просит Бога преклонить ухо, прислушаться, услышать слова моления. 4-й, 6-й стихи. Жизнь псалмопевца была практически уничтожена наказанием Господа. Его душа насытилась бедствиями, его жизнь приблизилась к смерти, о чем говорит образ преисподней – Шиола. Кому-то стало казаться, что он вот-вот умрет, и поэтому его уже причислили к сходящим в могилу. Он стал человеком бессильным, как будто ему уже ничто не поможет. Псалмопевис сравнивает себя с безжизненным трупом, которого бросили на поле без похорон, с мертвецом, закопанным в землю. Описание многих лежащих в одной могиле напоминает нам поле битвы после сражения, которое усеяно трупами неопознанных солдат. Их хоронят в братской могиле. В центре внимания скорбь о том, что умершие полностью забыты Богом. 6-й стих. Чудаля по тексту автор Псалма назовет «Шиол местом забвения». Забытый – это не тот, кого не замечают по случайности. Забытый – это отвергнутый. Бог не хочет на него обращать никакого внимания. Мертвые отринуты от его милующей руки. Они лишены его заботы и заступничества. Он им больше не помогает. Большой вопрос – были ли степени свободы в аду. Как Ветхий Завет, так и Новый Завет. Библия достаточно категорична. В большинстве случаев мы встречаем только черное и белое, правое, левое, десница, шуица, рай и ад. Есть ли какая-то иерархия в аду, есть ли какая-то степень страдания, мы не знаем. Скорее, при чтении Ветхозаветных текстов у нас, может, создастся впечатление, что там все одинаковы. Было ли это богатым или бедным, мудрым или глупцом. У всех одна судьба. Книга «Экклезиаст» об этом отчетливо в раз и раз повторяет. Более того, и у животных, и у людей одна участь. Тело их распадется. Поэтому вряд ли мы можем говорить о том, что кто-то в аду меньше страдает, кто-то в аду больше страдает с точки зрения Ветхого Завета. Одинаково. Но каковы страдания, какова там жизнь, это тайна. Ушел туда человек, земля сомкнула свои уста, и все. Вот то, что мы можем сказать в отношении богословия Псалтири. Седьмой-восьмой стихи. Псалмопевец попал в Шоол не случайно. Это Бог бросил его в мрачную и глубокую пропасть. Он ощущает на себе всю тяжесть Божьего гнева, который сокрушает его, как гигантские волны на середине моря. Бушующие волны и порывы ветра – это неукротимые стихии, которые сбивают с ног. Во многих случаях это и есть причина кораблекрушения. Но то, что в буквальном смысле говорит о шторме в море, Псалмопевец переносит на его духовную жизнь, и тем самым он словно использует элементы аллегории. В предыдущих стихах Псалмопевец оплакивал свое нынешнее состояние. Но теперь он словно обвиняет Бога за то, что тот сделал его жизнь бедовой. Бог приблизил его к смерти, наполнил его жизнь потоками волн несчастья. Друзья могли бы принести утешение, но Бог заставил и друзей чувствовать к нему отвращение. Псалмопевец словно болен какой-то проказой или иным каким-то омерзительным на вид или запах заболеванием, из-за чего друзья его сторонятся. Девятый стих. Его отвратительный вид был, вероятно, настолько невыносимым, что он стал для знакомых страшилищем, пугалом. Не исключено, что из-за этого его заключили в тюрьму или закрыли куда-то в уединении на карантин. Думал ли он о том, что он страдает как праведный Иов? Ни за что. Или думал ли он о себе, что он просто не осознает, в чем именно он грешен? Его состояние мы действительно можем назвать состоянием пограничным, когда человек уже мучается здесь и сейчас. Некоторые исследователи говорят, что так порой наши современники встречают старость, когда человек в тяжелой болезни вдруг оказывается одинок, когда он живет долго, но эти последние годы его не радуют. Миг как вечность. Вечность, одиночество и забытие. И он, может быть, уже в своей жизни достаточно насладился теми или иными радостями. А может быть, уже и достаточно покаялся в прошлых преступлениях. И, может быть, сейчас он просто не в состоянии грешить, потому что уже лежит, ни с кем не разговаривает и ничего не делает. Он просто мучается. Но мы себя спросим, такой пессимистический псалом, зачем он нужен? Почему не только его включили какие-то неизвестные компиляторы, составители псалтыри в дренееврейский сборник гимов, но и в церкви Нового Завета его назначили для ежедневного чтения за утренний, то есть при пробуждении, восстав, а сна, приходишь в храм и слышишь, нет радости на земле. Неужели нам нужно, чтобы мы встречали день на нотке пессимизма? Наверное, это не так. Ведь этот человек каждое утро, утренний ед, утренний ед, утром взывает к Богу, при том такой характерный образ, поднимает руки. Руки поднимали, когда требовалось усилить молитву. Молитва с воздетыми горе руками – это молитва самая глубокая. При этом человек мог стоять на коленях, воздевая руки горе, или стоял, но точно не сидел, ну уж наверняка не лежал, разве что если он в тяжелом состоянии находится. Если человек утренний ед и воздевает руки, значит, он еще в целом способен перемещаться и подниматься с кровати. Иначе бы он писал бы «слезами постелю мою о мочу», как плакал Языкия, «слезами постель мою о мочу». Следовательно, этот человек еще способен что-то делать в какой-то минимальной форме, может быть, даже способен позаботиться о себе. И вот для нас образец этой молитвы – это образец человека, который находится на границе жизни и смерти, но не теряет надежды. Не теряет надежды даже тогда, когда ничто эту надежду не укрепляет. Никакая житейская радость. Нет даже бразильского сериала, который может утешить, с которым можно поплакать. Но это современный наркотик для стариков, который находит свою отдушину в тем, чтобы смотреть этот самый черный зомбоящик. Вот. Ничего не утешает ни горячая вода в душе, ни белый друг в санузле. Нет никаких земных радостей, даже таких примитивных. Вот. Ни телефонного звонка, ни ватсап-чата, ни скайпа с любимой внучкой. Нет ничего. А этот человек, и для нас это образец, он по-прежнему к Богу вопиет. Вот какая должна быть у нас надежда в старости, чтобы не возраптать. Вот такая должна быть у нас надежда в тяжелой болезни, чтобы не заунывать. Вот такая у нас должна быть надежда и в молодости, чтобы через всю свою жизнь пронести вот такую крепкую веру. Псамопевец продолжает весь день выпиять к Богу о помощи. Он проливает потоки слез и простирает в молитве к нему свои руки. Автор Псама понимает, что только Бог может изменить его нынешнее положение, поскольку Он послал наказание, и Он несет ответственность за меру своего гнева. Три близких по содержанию риторических вопросов в 11-13 стихах усиливают акцент на той мысли, что находящиеся во гробе отрезаны от Божьего попечения. Господь не совершает в аду чудес. Его милость и истина, спасительная помощь отсутствуют в Шиоле. Ад – это место тления, разрушения и мрака. Земля – забвение. Обитатели преисподней забыты. Они исчезли с лица земли, и память о них канула в лету. Они стали подобны теням. Упомянутые здесь рефаимы, скорее всего, намекают на усопших, но явно это не врачеве, не врачи. И это при этом, скорее всего, не буквальное упоминание ханаанского племя гигантов, уничтоженной евреями во время судей. Они словно уснули в аду. Эти гиганты рефаимы больше не поднимутся, ни одного из них не осталось на земле. Вопрос об употреблении слова анастасис. Это слово в греческих текстах имеет свое самобытное значение и употребляется в древней греческой литературе не всегда в контекстах восстаний из мертвых. В греческом тексте Библии впервые это слово появляется при переводе Ветхого Завета семью-десятью переводчиками, то есть в середине III века Дрожества Христова на греческий язык. Это же слово потом употребляется и в Новом Завете, в том числе в посланиях апостола Павла. Греческое слово анастасис или соответствующий глагол, она и дальше истыми корень. Отсюда анастао, анастатео, анастасис, истыми стоять в целом, находиться в стоящем состоянии, являются, как правило, в переводах 70 заменой древнееврейского слова кам. Это трехконсонатный глагол, который может также просчитываться как кум. Чаще мы говорим как кам, особенно с словосочетанием Христос воскресе, Христос анести, Машарх кам. Итак, представления евреев и греков о посмертной участи души, они отличались. Души или духи умерших, живущих в Шиоле, они не подобны призракам, которые продолжают совершать свои приключения в подземном мире. Если в разных мифологических повествованиях Древней Греции возможен был переход туда и обратно, ну, некое путешествие Геракла на время в преисподнюю, чтобы ознакомиться с местным начальником, то для древнееврейского мышления это путь в один конец. Все, разверзлись уста преисподней, она глотнула, пожрала сходящего туда, и оттуда больше ответа нет. При этом тени умерших для евреев были бледными, безжизненными образами или копиями прежнего, живого, активного и крепкого «я». Возвращение к жизни для евреев предполагало восстание из могилы. Но поскольку данный псалом называет Нижний мир местом разрушения, следовательно, есть сомнение, что автор псалма верил или хотя бы намекал на жизнь после смерти. «По святителю Афанасию Великому, мертвым, которые разрушились в прах, пребывают во мраке смерти и преданы забвению, невозможно быть причастниками твоего, о Боже, человеколюбия и сделаться зрителями чудес твоих». 14-15 стихи. «Постоянно рано утром псалмопевец взывает Господу о помощи. Но напрасно. Бог отворачивается от него, скрывает лицо в свое время скорби. Причиной такого поведения Господа мог быть его гнев, а результатом – отторжение». Псалмопевец чувствует себя отвернутым Богом, но не чувствует за собой какого-либо греха. Мы не видим по тексту псалма, чтобы он каялся в каком-то проступке. И потому его отчаянное положение превращается в сплошную муку. Для чего, Господи? Он хотел бы знать, почему Господь так обращается с ним. В 16-м стихе псалмопевец ссылается на свою пожизненную болезнь, которую он пронес через всю жизнь с юности. Ужасные вещи, которые он пережил, может означать наказание от Бога за какие-то грехи. Но мы не знаем, осознает ли сам псалмопевец за какие именно. Псалмопевец изнемогает, он беспомощный, он больше не может, он в отчаянии, он раздавлен и сокрушен от ударов гнева Божия. Его наказания окружили его, от них нельзя убежать. Стих 19-й повторяет мысль 9-го стиха. Отошли от него возлюбленный и друг. Несмотря на то, что оба слова стоят в мужском роде, мы можем предположить очень осторожно, что речь может идти о возлюбленной жене и близком друге. или, если следовать греческому тексту, о друге и соседе. Ушли в тень знающие его компаньоны. Возможно, что, как и в случае с Иовом, друзья покинули его, потому что его страдания были внешним знаком его греховности. Последняя строка псалма может быть переведена не так, как в синодальном тексте. Темнота – мой единственный компаньон. Другими словами, куда я только не пойду, повсюду меня встречает тьма. Тьма стала моим другом. Ни один псалом не заканчивается на такой мрачной ноте, как этот. Большинство жалоб заканчивается надеждой на светлое будущее и даже словословием Бога. Однако данный псалом заканчивается холодной констатацией факта, что у псалмопевца не осталось ничего и никого. Тьма стала его другом. Да, кто-то может спросить о том, насколько описываемое в данном псалме состояние напоминают признаки депрессии. Современный термин, обозначающий данное заболевание, говорит не только и не столько о печали, как о неком разочаровании, когда надежды не оправдались, мечты не сбылись. Но как диагноз медицинский депрессия говорит еще и о каких-то физиологических изменениях. Потому назначают лекарства в виде антидепрессантов, которые помогают приостановить теле на участке головного мозга, чтобы они не вырабатывали соответствующий гормон, подавляющий настроение человека. В случае данного псалма мы могли бы сказать, что это скорее не депрессивное состояние человека, а состояние человека, которого одолевает грусть и печаль. При этом печаль не связана с тем, что он чего-то захотел и этого не смог достичь, к чему-то стремился, но не хватило времени и сил. Скорее, мы бы сказали бы о том, что данный псалом описывает состояние одиночества. Но вряд ли антидепрессанты помогут справиться с одиночеством. И поэтому я бы не советовал бы этот псалом рекомендовать людям, которые страдают депрессией. Наоборот, когда человек болен таким заболеванием, ему лучше посоветовать какие-то более радостные гимны. Гимны, славословящие Бога и вселяющие и крепляющие надежду. Ну, например, те, в которых говорится о радости. Может быть, даже те, которые связаны с духом о послании апостола Павла к фессалоникийцам. Всегда радуйтесь, непрестанно молитесь, за все благодарите. Хвалитные псалмы в состоянии депрессии, последние псалмы псалтыри, они гораздо лучше подойдут. Хвалите Бога солнце и луна, хвалите Бога звезды и свет, всякое дыхание дохвалит Господа. Вот этот мотив должен укрепить человека, находящегося в состоянии унынии. Но псалом 87, как текст, который перекликается с книгой Экклезиаста, он действительно может сослужить хорошую службу для молодых, для тех, которые веселятся в юности и не помнят о старости, для тех, у кого буйная юность без оглядки на то, что за все Бог тебя приведет на суд. Может быть, вот для людей безмятежных, которые проматывают свои деньги на Мальдивах, вот там вот почаще надо читать данный текст. Вот я бы порекомендовал бы данный псалом. остров Мэн или Мальта, ну, разные сейчас острова, кто-то уже оттягивается на Мадагаскаре. Вот так. 87-й псалом одна из самых мрачных молитв псалтыри. Тем не менее, это молитва, а не ворчание и не ропотно Бога. Несмотря на тьму и молчание от Бога, автор псалма ежедневно обращает к нему свои руки. Тайна жизни за гробом псалтыри покрыта молчанием, но она приоткрывается в Новом Завете. Уверовавшие во Христа знают, что их может жить, что их может ждать прекрасное будущее, но они по-прежнему встречают смерть со страхом и трепетом. Окутанная мраком молитва 87-го псалма подобно гефсиманскому молению Иисуса Христа. Ночь и мрак окутали Спасителя. Он был одинок, апостолы спали. В отчаянии он стал просить Небесного Отца Авва Отче, пронеси чашу сию мимо меня, но затем остановился и предал себя в руки Божьи. Но ничего я хочу, но чего ты. На кресте он был оставлен учениками, но не был оставлен Отцом, поскольку, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком, смирил себя, был послушен даже до смерти, и смерти крестной. Я еще раз обращу ваше внимание на то, что из себя богословски представляет ад. Нам все время хочется нарисовать ад в его природно- астрономическо- географическом измерении. Представить себе садик Эдемский, в котором вол и осел, лев и медведица вместе пьют водичку с одного ручейка, и агнец спит на брюхе тигра, и гуляют вместе, философски размышляя о метафизике, философ и бедняк, таджик и грек. Но в данном случае мы встречаем несколько иную картинку. мы не знаем, где находится ад, кроме образа ямы. Куда туда? Вниз. В центр земли рухнул, упал человек. Но мы встречаем описание некого состояния ада. Во-первых, у нас создается ощущение, что оттуда никто не возвращается. это путь в один конец, оттуда не доносится ни голоса радости, ни голоса печали. Большой вопрос, осознает ли человек там себя как личность? А может быть, действительно, о нем осталась только тень? Он уснул смертным сном. И вообще они осознают себя как личность, как некое существо, растворилось в земле, распалось его тело, излилось в землю кровь, и все, ничто. И действительно, при чтении подобного псалма возрадуется атеист и возликует неверующий. Вот оно, пожалуйста, доказательство того, что жизнь не бесконечна и не вечна. потому что распалась плоть и больше нет человека. В отличие от древней греческой философии, евреи не пытались разгадать загадку смерти. Вот что Бог открыл о том и говорится в божественных гимнах. Это греки пытались домыслить, пофантазировать, представить. И потом греческое мышление стало влиять и на межзаветные апокрифы, неканонические книги периода второго храма, такие, как книга Еноха и вся енохическая литература и разные апокрифические апокалипсисы, в которых тот или иной автор пытается представить себе и пофантазировать. А как же там за гробом? Что там в небесном Иерусалиме? Но если мы посмотрим на псалмы, то мы увидим, что все же некая память сохраняется. И самое главное памятование Бога о человеке. То есть как бы личность есть, но она не реализована. Она там где-то, там в потенции. И только тогда, когда восстанут мертвые тела и снова на костях сформируется плоть, тогда восстав человек снова станет человеком. Отсюда очень важная богословская идея восстания. Но это не восставшие из ада, как в страшных современных кинофильмах, а наоборот по языке Илю возрождение к новой жизни. И вот эта идея восстания в теле, она как бы пророчески переносится из Ветхого Завета в самую последнюю новозаветную книгу Апокалипсис Иоанна Богослова, которая, по сути дела, является в Новом Завете книгой самой Ветхозаветной, поскольку там больше всего аллюзий и образов, взятых из пророческих Ветхозаветных книг. Если мы на современном иврите захотим сказать, что Христос воскрес, то мы скажем Машиах Кам, а слово Кам буквально встал, встал. Слово Кам имеет много значений. И на греческий язык может переводиться разными словами. Чаще всего наиболее часто употребляется синоним Анастасис. То есть встать снова Ана или там Встал, Статео отсюда Анастасис. То есть встать снова. При чтении славянского текста Ветхого Завета иногда игра слов связанных с восстанием нас вводит в некоторые неверные мысли. Например, человек может встать из-за стола. Просто встать. Упал на одно колено или упал на землю и просто встал. То же слово, то же самое слово кам и тот же Анастасис. И воскрес восстал из гроба. Тоже восстал и тот же Анастасис. И поэтому эта игра слов восстать равно воскреснуть при чтении Пареми за богослужением может нами пониматься как указание на всеобщее воскресение в то время, когда там речь идет скорее просто о поднимании человека там сидящего положения и лежачего положения в стоячем. Итак, первое, на что хочу обратить внимание на образ Шеола тьма неизвестность отсутствие отсутствие какой-либо жизненной активности причина этого состояния не столько места состояния Бог забыл об этом человеке перестал обращать на него внимание продолжая мысль мы приходим к другой очень важной богословской концепции получаясь что когда Господь смотрит человек исполняется жизнью его взгляд это взгляд содержательный энергетийный бытийный когда Бог смотрит он излучает он как невидимое солнце которое греет и дает жизнь а когда Господь отворачивается жизнь прекращается наступает холод и голод мрак и страх отсюда если мы продолжим эти мысли сразу рождается следующий помысел что описание ада в Ветхом Завете не ставит акцент на пространственном его нахождении шел используется просто как понятный образ то что люди могут пережить на своем собственном опыте особенно если они попадут в тюрьму в темницу но это не означает что в буквальном смысле слова куда-нибудь к ядру планеты земля спускаются люди кстати измеряя степень нагрева земли по мере приближения к ее центру уже в позднем русском средневековье преисподняя стала мыслиться не как место где страшный холод а место где ужасная жара там жарятся грешники в котлах там или на каком-то огне с точки зрения современной физики это ближе к реальности но что мы знаем что магма находящаяся в центре земли она скорее может всякую нашу биологию попалить чем остудить поэтому если вы хотите согреться копайте вглубь земли а если вы хотите замерзнуть идите на ее поверхность поближе к тому месту где не прекращается солнечный день то есть к полюсу итак ветхозаветное описание не говорит нам о месте но о состоянии о состоянии забытия бога отсюда нам легко провести аналогии с новым заветом бог это жизнь где вечная жизнь там бог где бог там вечная жизнь но если бог здесь и сейчас он рядом со мной он беседует его общение слово его животворит след на рай начинается здесь яд начинается здесь мы в рай и ад врастаем мы им исполняемся если у нас на душе опустошение пустота серость и мрак то мы в аду ад в нас и наоборот если мы исполняемся небесной радости и блаженства то блаженство в нас а мы в блаженстве отсюда нам становится понятна идея как христос в нас может быть это не означает что в нас входит личность христа он где-то из сердца начинает вести с нами беседу представляете открывает человек уста оттуда христос говорит но чаще нас страшит другая мысль что не христос а бес поселится в сердце открывает человек уста а оттуда из желудка откуда-то вещает демон жуть просто если подумаешь о том как в нас может прибывать кто-то другой полтергейст бес человек превратился в зомби входящий скафандр когда мы размышляем даже о бесовском пленении мы не говорим о том что бес замещает человеческую личность он пленяет его волю он побуждает человека говорить бесовские глаголы но это не означает что вместо души той или иной личности в этом теле стала жить душа того или иного полтергейста и так это несколько по-другому вернемся к псалму то о чем я хотел вам сказать связано с нашим восприятием иного света иного бытия и иное бытие мы как люди 21 века мне кажется должны трактовать в пространстве не в пространственном отношении а в отношении состоянии души человека итак ад это отсутствие бога отсутствие бога это не место где его нет бог везде но он отстоит от нас не местом но природой когда мы отворачиваемся от него он отворачивается от нас когда мы воюем с ним он он уходит от нас далеко и тогда айсберг поселяется в сердце и мы оказываемся на северном полюсе и даже если мы живем в пространстве светового дня но мы замерзаем мы становимся льдиной мы перестаем кого-то греть и в конечном итоге оказываемся одинокими как те самые льдины которые плавают по северному ледовитому океану и никто не хочет быть вместе с ними они сталкиваются друг с другом но никогда они с друг другом не общаются а вот вот это что это вы не не понимаете что плаваю что это как у что она это